Когда мир стал старым, и способность удивляться покинула людей, когда серые города устремились в дымное небо мрачными, уродливыми башнями, в чьей тени никому и в голову не приходило мечтать о солнце или цветущем повесневуге, когда просвещение сорвало с земли, ее прекрасное покрывало, и поэты стали петь лишь об изломанных фантомах, смутными, глядящими внутрь себя и глазами. Когда это наступило, и детские мечты ушли навсегда, нашелся человек, который отправился в запредельную сферу, искать покинувшие в землю мечты. Об имени и доме этого человека писали мало, потому что они принадлежали едва просыпавшемуся миру. Однако и о том, и о другом писали нечто неясное. Нам же достаточно знать, что он жил в городе, обнесенном высокой стеной, где царили вечные сумерки. Он трудился весь день от зари до зари, и вечером приходил в свою комнату, где окно выходило не на поля и рощи, а во двор, куда в тупом отчаянии смотрели другие окна. С дна этого колодца видны были только стены и окна. Разве что иногда, если почти вылезти из окна на розы, можно было увидеть проплывающие мимо крошечные звезды. А так, как стены и окна рано или поздно могут свести с ума человека, который много читает и много мечтает. То и обитатель этой комнаты привык каждую ночь высовываться из окна, чтобы хоть краем глаза увидеть нечто, не принадлежащее земному миру с его серыми многоэтажными городами. Через много лет он начал давать имена медленно плывущим звездам и провожать их любопытным взглядом. Когда они, увы, скользили прочь, пока его глазам не открылось много такого, о чем обыкновенные люди не подозревают. И вот однажды ночью, одолев почти бездомную пропасть, вожденые небеса спустились к окну этого человека. И, начавшись с воздухом его комнаты, сделали его частью их сказочных чудес. В его комнату явились непокорные потоки фиолетовой полночи, сверкавшие золотыми крупицами. Вихрем ворвались клубы пыли и огня из-за предельных спер с таким запахом, которого не бывает на земле. Наркотические океаны шумели там, зажженные солнцами, о которых люди не имеют ни малейшего понятия. И в их немыслимых глубинах плавали невиданные дельфины и морские нимфы. Бесшумная и беспредельная стихия объяла мечтателя Иоанна Саи, не прикасаясь к его телу неподвижно висевшему на одиноком подоконнике, а потом много дней, которых не сосчитать земным календарям. Потоки из-за предельных сфер нежно несли его к мечтам, к тем самым мечтам, о которых человечество давно забыло. Никому не ведомо, сколько временных циклов они позволили ему спать на зеленом, прогретом солнышком берегу, обеянном ароматом лотоса и украшенном их аглыми звездами.